Потому что вот эти 40 минут умоляю, Антон Валерьевич, вырезать диета, чтобы у меня была возможность отправить куда следует. Здесь осень, потом, может еще в другом месте, в третьем, чтобы посмотрим прибавилось. Но надо спасать сады. А дальше пошла нормальная жизнь. Вот это мне пишет дама, которая вот под таким заголовком, может Мария, не знаю. Так вот, она пишет, спасибо, хотела... Дальше обычная жизнь. Впервые засел Хасанский, посаженность вашего, посаженность в Псковской области. А когда сажала, никто не верил. Вот ради этой фразы, а когда сажала, никто не верил. Это в Псковской области, это вот в Сибири их не должно быть, а в Псковской области. Ладно, что я делаю? Полез, смотреть на персик. Я не смог его скопировать, мне просьба присылать фотографии на это самое, на как они называются, на мой электронариз. Тогда я могу, ну или тупое. Вот смотрите, вот она, видите? А вот и он. Ну как, впечатляет? Ну, как вы думаете? Он самоплодный. Ну, что ему? Да урожай осталось. Ну, может, еще какие-то заморозки убьют. Ну, в Псковской области, где про персик слышали только в этом самом... Тысяча одной ночи вы в этом читали. В сказке. Вот именно в сказке. Идем дальше. Ирина Исхакова. Начинается серьезный разговор. То я полчаса вам... Не то, что лапшу вешал, но, может быть, вам это меньше всего волнует там. Угробят они это... Люди от этих палачей саженцы не угробят. Главное, что вы это видите, вы это уже не угробите. Итак. Вот это письмо зло. Я мог его показать. Оно только сейчас пришло. Вот. Вышли ей деньги обратно, потому что обидно, лютая. У нее мой адрес. А что мне делать? Здравствуйте. А это уже другое письмо. Исхакова. Хотелось заказать сухие семена весной. А, кстати, сухие можно заказывать. Знаете, почему? Да потому что дешево и сердито. Вот. Схожесть в орехах манджурских сто процентов всегда. На яблони никто не жалуется. Груши уссурийские сходят толпой. Вишневойлосы. Вообще садишь, что косточек, а вырастает столько, кажется, что их там 200. Вот. Прекрасно сходят. Слева им надо подольше. Так. Но про них тоже поговорим. Надо подольше полежать на сердикации. Но главное это учеба. Поехали. Многие косточки открылись, но уроз не пошли. Что-то сделало не так. Хочу следующей весной еще посадить. Ну а дальше заказывал манджурский абрикос и жарляли. Прижились отлично. Спасибо за хорошую новость. Но опережает абрикос королевский, хотя сад был самый худенький. Я рассказывал, когда я соседу продал два королевских, а третий худенький подарил, стыдно было. Вот этот худенький вырос самым мощным. Но я потом уже предполагаю, что... Да, конечно, он не то, что был хуже других, в принципе. Он был меньше, значит, корни меньше повредил при пересадке. Вот и все. Вот и вышло. И у меня вышел такой красавец потом. Потому что я в тот участок выкупил с тремя королевскими абрикосами. А потом показывал в фильмах, где сам не верю, что выросли плоды под 100 грамм весом. Да и вот этот худенький у меня такой же. Но с этим понятно. Если есть желание, заказывайте. Вот. По десятке это, я считаю, что это не деньги. Вот так. Дальше. Вот это мы прочли, пока запомнили. Многие косточки открылись, но в рост не пошли. Читаем следующее письмо. Подскажите, какое время на практике у вас срешиваются вишни и сливы? Внимание. Сратифицировал купленные у вас в этом году семена вишни и сливы. Два месяца при температуре плюс два с половиной. В сыром каленом песке. Соотношение с водой 1,7. Нормальное соотношение. И ни одно семечко в земле не проклюнулось. Заграблялся в водичке, следил за влажностью. По прошлому году была лучше. Есть подозрение, что нужно увеличить двое время на практике. Так где у меня ошибка? Ну, слава богу, не моя ошибка. Знаете почему? Сейчас я вам объясню. Объясняю. Дальше будет супер фото. А пока в среднем. Я все это бы знаю. Почему? Потому что заказывают в парасухие. А где-то с нового года уже сертифицировано. Это в принципе. Я закладываю на сертификацию. Вспоминайте. В январе сливы. Да, им надо дольше срок просыпания. Абрикосов хватает полтора-два месяца. А у вас не взошли именно вишние сливы. Вот. И начинаем отсчет. Февраль первый месяц. Март второй месяц. Апрель третий месяц. Ну, сами знаете. Раньше апреля никто не садил. Вот и тогда нормальная схожесть. То есть два месяца было маловато. Так ведь. А многие и до мая тянут уже четыре месяца. Там уже получают и говорят. А я вам показывал. Помните, сколько я вам показывал фотографии? За все годы и за все вебинары десяток разных. А там хвосты у этих корешки у слив торчат уже через три месяца. Только в тепло попадают. И сразу один, два, три, три я преувеличиваю. Ну, со спичкой длиной. Представляете? Вот так вот. А, длина коробка пять сантиметров. Да, длиной три-четыре сантиметра бывает. Вот так вот. Вот ваша ошибка. Надо было еще. Так нормально. Соотношение нормальное. Так. Есть еще, знаете, у меня вот такая беда. Я никогда ничего, лишнюю работу никогда не делаю. Вот пусть это будет длинный разговор. Но он очень важный. Это вам не эти. Они вас быстро научат, эти самые, эти девушки с палаческим оскалом. Они вас быстро научат. Так вот, вы, я цепляюсь к слову, каленый песок. Понимаете? Я использовал какие пески в своей жизни? Как научили? Например, я подходил, меня пугали чем? В любом песке, якобы, а оно действительно так есть, есть органика. Если сырой, а если еще температура сегодня, два с половиной, завтра мы в пять. Попробуй следить. Вот. И начинает плесень. А плесень это гриб. И он начинает жрать эту же самую косточку. Вот. Поэтому придумали много. Ну, самый умный совет я слышал. А берите прям с речки. Он там достаточно такой. Он не самый мелкий. И годится. Один раз я брал. А потом я нашел, это карьер такой, ну, где все берут. А раз берут на стройку, значит, он уже достаточно чистый. И у меня он никогда за всю жизнь, я все время там беру, я показывал даже этот карьерчик, два раза повторяться не буду. Вот. Совершенно чистый песок. Но заметьте, он, как бы сказать, природный. А вот тут написали каленый. А вдруг вот то, что он каленый, да, и там нет вообще органики, он как бы мертвый. А вдруг это сказывается? Это надо проверять при прочих равных условиях. Прокалить. Ведь это же не я придумал прокалить. Это распространенный совет. Если эта же фея где-то прочтет, или ее сценарист, то есть сценарий пишет, тупая где-то прочет, что надо прокаливать. И она и возьмет, и будет пропинь какой-то, и начнет прокаливать. Вот. А мы-то с вами должны как? Ну, кто-то может испытает, мне уже возраст не позволяет. Сыром. И в этом сыром, с моего, не в том смысле, природном. А еще прокаленный. А еще вспоминайте, есть еще и про дезинфицированный, а есть еще и про кипяченый. То есть не кипяченый, а промытый в горячей, ну, почти в кипятке. Вот. И мне вот прицепился я к этому слову каленый. Оно меня смущает. Потому что семечки, кости имеют свойство сходить в разное время. И вдруг, может быть, какие-то должны были бы зайти, хотя даже в холодильнике. А у вас не получилось. Вот. И получается, а, два месяца в нем маловато. Если бы абрикосы, подозрение было бы. А тут все-таки слива им подольше надо. Ну, хотя бы три месяца. Вот. Общее рассуждение. А там пойди догадайся, где правда. А вот это у меня одно из моих ключевых фото. Я вам его показывал. Будем расшифровывать дальше. Уже с другой стороны. Вот. Сейчас я пойду, беру себе чайков. Время-то достаточно. 50 минут поговорили. Можно. И вы можете передохнуть. Потому что от моей этой самой разговора может и голова заболеть. Лучшей фотографии нет. Одна эта фотография заменит всю эту. Энциклопедию той самой феи палача. Садового. Вот. Смотрите. Мы переведели два письма перед вами. Итак. Многие кости открылись, но в рост не пошли. Что-то сделало не так. Что не знаю так. А у нее не раскрылись вообще. Вот это абрикосовые косточки. Они самый благодатный материал для исследования. Почему? Вы прекрасно помните. Абрикос-культура засухоустойчивая. Абрикос-культура капризная. Потому что, как я понимаю, находят разные якобы их родины. Кто упоминает армянские горы. Кто Памир, кто Теньшань. Вот. Отдельная совершенно песня про Сихотолиньские горы. А вообще, родина их, конечно, или высоко в горах, где суши. Помните, я рассказывал вам в предыдущий раз про черемушки, где тает вода быстро, как с гуся вода. И так как эти самые, вот такой дури люди не делают, им не позволяет ландшафт вот эту дурь делать. Сейчас я вам еще раз. Ну, почему не потоптаться? Они уничтожают сады, а почему не это самое? Вот. Где она тут? О, видите? Вот здесь она изгниет. И получается, или горы, родина абрикосов. Кстати, вот если как-то кто-то, у них же есть какие-то электронные адреса. Спросите, где ваш сад? Вот, покажите выращенное вами дерево. Вот это. Я всегда, они тут же, когда люди начинают спорить, я вам говорю, покажите ваш сад, они не просто перестают спорить, они исчезают из моей жизни навсегда почему-то. Когда я спрашиваю про сад. И вот получается так. И второй вариант, это якобы Персия, полупустыня. Ну, то есть сухие места. Вот, но... Или адаптация такая, что сухо-сихотеринский город там абрикосы минус 50 выдерживает. Персия, понятно, там снег раз в 100 лет выпадает. Вот. Вот такая разбег. И такие у них возможности. И вот они когда упали, и что удивительно, это у меня, они пролежали зимой под снегом. Что получилось? Я к тому, что... Это... Вспоминаем теперь Ларису. Как же ее отчество, все, Энеза Андреевна. Фамилию трепал столько раз, уже стыдно говорить. Которая книгу издала, которая Антона Сафронова ответила, что все-таки закапывайте на 5-6 сантиметров, что Железов не прав. Да, да, да еще лучше-то садить сразу с дерева и в землю. Вот. Вот эти косточки упали, как раз дерево, упали они в августе, ой, да, сейчас скажу, да, в августе. Так, это маньчжурский абрикос тот самый. Пролежали лето, это назовем естественную цификацию. Пришла осень, с дождями лежали. Пришла зима, так, накрылась снегом, так, пришла весна. И вот зазеленело. Что мы имеем? Большинство сгнило, согласны? Раскрылись. Поняли, как... Раскрылись, видели? Раскрылись. Гнилая, 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 гнилая. Ну, эти почти, наверняка, тоже. Сколько из них пошло в рост? Одна. Кажется, две. Бывает, два раскаются одной, но, скорее всего, это две косики рядом лежат. Кажется, две. И очень подозрительно, возможно, вот это вот, раз впилось в землю корешком, значит, скорее всего, вот это будет три. Их тут примерно двадцать. Три из двадцати. Вот это, естественно, цификация. Прикрыли мы землей. На пять-шесть сантиметров, как учит ТТТ. А потом, чего мы удивляемся? Ну, хорошо, что она, это, не все ее слушают. Кто-то может под самую зиму посадить. Шансов уже больше, что не сгниет. Пока я беру одну крайность. Так. А кто-то старифицирует. А кто-то даже весной пораньше посадит, она успеет все равно взойти. Ну, там ускорена старификация, замачивание. Давайте попробуем определить их характер. Допустим, это у меня. Допустим, была сырая осень. Допустим, снег был, вот, у меня в последние годы хоть двадцать тридцать сантиметров. А то бывает вообще без снега. Вот так. А теперь представим себя более благодатной, ну, европейскую Россию. Там, где почему-то абрикосами не пахнет. Вот. Зима, короче. Так. И вполне возможно, что вот эти косточки, вот эти, если по суше, они бы взошли. Так. А где по суше? А вот эти бы не взошли. То есть все наоборот. Вот это вот все, как назвать, палитра, рассчитана на А раннюю весну, среднюю, позднюю, вы уже поняли. А, лето. Дождливое. Ну, то есть не лето, а кругоборот вроде. То есть в целом. Сухой климат, влажный климат, сильно влажный. Вот. И тут есть, оказывается, косточки даже для сильно влажного климата. Вот. Вот она вся палитра. Взошедшая, невзошедшая, сгнившая, раскрывшаяся, не раскрывшаяся. Вот это, друзья мои, важнейший момент. Вот это надо будет, это, Платонова или это, Октябриня. Уж возьмите его за основу, я вам все фотографии подарю. Научите людей. У вас аудитория есть. Вы, которые не виноваты, что вы ее калечите морально. Вы думаете, почему я детей это показал? Вы теперь поняли? Вы поняли, что дети в садах расти нужно? А, Октябрина. А, Платонова. В садах расти нужно быть. Живых. Продолжение следует... Продолжение следует...